здравствуйте уважаемые зрители не скажу что постоянно но периодически я стараюсь почитать не только телеграм-каналы но и газеты и газеты импортные в основном вот сейчас вот почитал ваш ухтон пост ваш махтон пост она как бы лидер среди пресса сша близко к белому дому поэтому мнение и и как-то вот ну считается основательным ну вот о чем пишет взял вот три таких небольших заметки первая про москву вторая будет про украину и 3 про евросоюз москва москва сияет триумфом поскольку фронт замерзает а западная помощь украине прекращается москве цирит оживленное праздничное строение практически без внешних признаков того что это военная столица а потери россии на украине оцениваются более чем в 300 тысяч убитых или раненых и увеличивается с каждым днем сотни москвичей недавно часами стояли в зимней стуже в очереди за билетами на щелкунчика тех на вечеринку минувшие выходные возглавили диджеи из испании и восточной европы даже серия ударов украинских беспилотников по городу последние месяцы едва ли повлияла на ситуацию имеющие большой городской бюджет относительно не затронутые волнами призыва в армию как призыв который захлестнул российские регионы большинство жителей могут закрыть глаза на жестокий конфликт разгоравший разгорающиеся в пятистах милях к западу от москвы внутри кремля настроение кажется еще лучше по крайней мере по официальным сообщениям поскольку западная помощь украине застопорилась в вашингтоне и брюсселе из-за неудавшегося контрнаступления киева а линия фронта практически зашла в тупик поскольку постольку россия оккупирует около 30 процентов территории украины президент владимир путин завершает 2023 год на триумфальной ноте я уверен что победа будет за нами заявил путин в четверг на своей первой ежегодной конфи пресс-конференции после вторжения феврале 22 года во время пресс-конференции которая была совмещена с обращением гражданам путин пошутил над журналистами и избирателями похвастался что российская экономика оправилась от западных санкций и заявил что наши вооруженные силы путинские вооруженные силы улучшают свое положение по всей линии соприкосновения этот тон сильно отличался от напряженных тщательно срежиссированных публичных выступлений путина когда его войска неоднократно терпели неудачи на поле боя в двадцать втором году и не содержал в себе никакой ярости которую он продемонстрировал в теле обращении в июне после того как наемники вагнера устроили краткий мятеж путин в последние недели даже возможно возобновил международные поездки которые кремль ограничил еще до того как международный уголовный суд гааги выдал ордер на его арест обвинив его в военных преступлениях сейчас путин посетил саудовскую аравию и объединенные арабские эмираты что вызвало лестное освещение в российских сми близкие друзья как провалились попытки изолировать россию гласила обложка коммерсант деньги ежедневного вкладыша в ведущую финансовую газету в течение двух лет вы кормили своих изобретателей на западе мифом об изоляции владимира путина чтобы потом весь мир увидел как небо над абу-даби раскрашено в цвета российского триколора написал давид нормания обозреватель новостного сайта реа новости миф который им кормили которым кормили два года умер за два дня хотя некоторые российские избиратели использовали это шоу но это пресс-конференция чтобы оказать давление на путина по поводу роста инфляции особенно высокой стоимости яиц экономика оказалась чрезвычайно устойчивой рубль остался сильным благодаря вмешательству центрального банка российские компании начали наживаться на уходе международных брендов мы даже наблюдаем огромный рост нашей молодой клиентуры поскольку они больше не могут ходить в zara или h&m сказал один из владельцев магазина лина руссо российского бренда одежды который до сих пор импортирует ткани из италии некоторые россияне бежавшие от социально-экономических потрясений вызванных вторжением с тех пор вернулись посчитав жизнь за рубежом слишком трудны путин который завершает свой двадцать четвертый год двадцать четвертый год на посту лидера россии движется к переизбранию в ходе мартовского голосования которое будет не более чем новой коронации это заставило его сторонников восхищаться достижениями россии я бы сказала что мы сделали но невозможное но именно это делает россию такой уникальный мы действуем хорошо и даже лучше под внешним давлением сказала мария бутина отсидевшая тюремное заключение в сша за деятельность качестве незарегистрированного иностранного агента сейчас она является членом российского парламента и четыре раза в неделю ведет ток-шоу на главном государственном канале наша долгая история научила нас этому сказала бутина вторя путину бутина заявила бутина путина что война не закончится пока россия не зате не достигнет своей цели деноцификации и демилитаризации украины я считаю что путин сильный харизматичный лидер который нужен россии особенно сейчас сказала она бутина марьяна наумова российская пропагандистка и военный корреспондент заявила в интервью что попытки запада изолировать россию не оказали сильного воздействия скорее по ее словам стране помогло экономическое развитие россии после вторжения равно как и укрепление так называемых традиционных сей ценностей которые по словам критиков произошли за счет женщин и лгбт наумова выразила уверенность что мир будет двигаться дальше однажды я хотела бы прокатиться по пляжам у прогуляться наверно тут перевод так по пляжу в калифорнии сказала она я предполагаю что через несколько лет все вернется на круги своя нам просто нужно переждать это среду вечером 53-летняя наталья ее пожилая тетя тоже наталья вышли в ледяную ночь из большого театра плотно закутанные в шубы и шапки падающий снег освещался впечатляющими новогодними световыми инсталляциями развешанными по всему городу они только что посмотрели аншлаговый спектакль великая дружба советскую оперу премьера которой состоялась в 1947 году на территории нынешнего донецка на востоке украины которую россия и ее приспешники оккупировали с 2014 года о это было потрясающе и так патриотично у меня это вызвало массу положительных эмоций сказала старшая наталья указывая на афишу с малиновым флагом с серпом и молотом женщины заявили что их не беспокоит война вся война на пользу россии сказала младшая наталья ситуация в мире выгодна россия она сказала россия станет сильнее потому что сейчас начали восстанавливать производство а экономику в экономике есть развитие потому что старых связей уже нет однако оптимистичное настроение москвы может не отразиться на сердце страны инфляция составившая семь с половиной процентов привела к резкому росту росту потребительских цен национальный бюджет остается нестабильным и зависит от цен на нефть которые резко упали новый отчет министерства финансов сша показал что одна треть треть 33 процента расхода в россии приходится на войну сокращение рабочей силы после того как сотни тысяч человек бежали от воинской повинности также нанесло ущерб экономики телеграм-каналы посвященные мобилизованным солдатам заполнен жалобами на условия на фронте а про военные блогеры документируют переполненные фронтовые госпиталя российская армия и лично владимир путин показали что им плевать на собственные потери заявил на прошлой неделе своей радиопередачи михаил наки российский журналист базирующийся в латвии они пришлют столько пушечного мяса сколько им нужно существует также скрытое недомогание которое менее заметно российские власти развернули жестокую репрессивную кампанию а в д инфо наблюдательная группа задокументировала уже около 20 тысяч арестов за антивоенные протесты из-за определенных законов сейчас нужно быть очень осторожным сказал 36-летний герасим который говорил при условии что его назовут только по имени такое ощущение что закручивают гайки и ты не можешь быть самим собой собой это довольно по-ору элловски это плохо его подруга сказала что беспокоится о будущем и больше не читает новости я чувствую давление и она становится все сильнее сказала она пострадал и большой театр несколько недель назад ее давний генеральный директор владимир урин подал в отставку и его заменил сторонник путина валерий георгиев в сентябре урин признал что спектакли подвергались цензуре что из репертуара удаляли режиссеров критиковавших войну зрители опрошенные после вот этого шоу после этой оперы великая дружба они не знали предыстории что сталин увидел ее возненавидел и начал новые чистки среди советских работников культуры некоторые аналитики полагают что оптимизм москвы также своего рода театр сила путина в том что он опирается не на агрессивную поддержку говорит московский политолог андрей колесников а на пассивный конформизм тотальное безразличие основной части населения и ее неприятие ответственности ну а у комментатора наки который из латвии еще более мрачная точка зрения не только российская армия но и российское общество превращается в абсолютно людоедское общество лишенное не только моральных ориентиров но и человеческих ну примерно в это же время в киеве проводил пресс-конференцию президент украины зеленский и что он заявил но самое главное что он заявил что россия не добилась военных успехов в 2023 году и он выразил веру в соединенные штаты америки несмотря на то что контрнаступление украины не смогло отбросить российские войска оккупировавшие почти одну пятую территорию страны президент украины владимир зеленский во вторник заявил что москва не предпринимала никаких военных наступлений в 2023 году что касается поля боя россия не достигла ни одной из своих целей в этом году сказал зеленский отвечая на непростые вопросы во вторник во вторник вечером на пресс-конференции по итогам года в киеве это не одна из их целей добавил зеленский несмотря на то что послание кремля не изменилось ситуация в киеве кажется все более сложной крайне необходимая военная экономическая помощь застопорилась в вашингтоне и приселе а также частые сообщения о нехватке военного персонала и оружия украинские города по-прежнему подвергаются постоянным бомбардировкам российских ракет и беспилотников бомбардировщиков а войска москвы продвигаются вперед в нескольких точках вдоль линии фронта и на востоке и на юге в то время как европейский союз на прошлой неделе поднял моральный дух согласившись начать официальные переговоры о членстве с украиной премьер-министр венгрии виктор орбан орбан заблокировал предложенный пакет на сумму 55 миллиардов долларов предложение президента байдена а в отделении помощи в 60 миллиардов долларов было заблокировано не на несколько месяцев республиканцами в конгрессе которые требуют радикальных изменений в пограничной безопасности и иммиграционной политики в обмен на одобрение выделения средств на своей предконференции зеленский выразил уверенность что помощь сша будет одобрена в ближайшее время мы очень усердно работаем над этим я уверен что сша нас не предадут сказал он я пришел к взаимопониманию с байденом зеленский посетил вашингтон в этом месяце в надежде выйти из тупика но вернулся в киев с пустыми руками он также посетил другие столицы в том числе буэнос-айрос и осло в попытке заручиться или сохранить поддержку между тем сообщения с фронта показывают что украинских сил заканчиваются боеприпасы что вынуждает их свернуть некоторые операции но как заявил зеленский в начале своей пресс-конференции российские войска практически не добились прогресса в деле полного завоевания четырех юго-восточных украинских регионов которые путин объявил аннексированными россии в нарушении международного права последние дни зеленский и его правительство также столкнулись с растущей внутриполитической напряженностью в понедельник украинские власти заявили что в кабинете главнокомандующего страны валерия заложного были обнаружены подслушивающие устройства служба безопасности украины из б.у. заявила что начала расследование но не уточнила считает ли она что россия несет ответственность за эти устройства но и про европейский союз тут мне так показалось это интересно такая реалистическая я бы сказал точка зрения европейский союз в четверг согласился начать переговоры о вступлении украины что приблизило страну на шаг к ее мечте о вступлении в блок несмотря на сохраняющуюся беспокоенность по поводу ее готовности и вопрос о том что будет означать прием киева для европейского союза украина имеется в виду если когда ее примут украина станет пятой по численности населения страной блока и безусловно самой бедной а это означает что она будет получать значительные субсидии в соответствии с нынешними правилами ес брюсселе в брюсселе растет ощущение что членство украины изменит баланс сил в ес повлияет на ее сельскохозяйственный рынок и перевернет ее бюджет ес начинался как небольшой клуб состоявший в основном из стран западной европы за годы прошедшие после падения брать берлинской стены в 1989 году она расширилась на восток вторжение россии в украину 2022 году усилила поддержку нового раунда расширения помимо украины в ес четверг согласилась ес начать переговоры о вступлении молдовы и сделать грузию страной кандидата есть еще несколько официальных стран кандидатов албания черногория которые находятся на разных стадиях процесса если это произойдет этот толчок может превратить ес состоящий из 27 членов в группу из более чем 30 стран что потенциально ускорит сдвиг на восток в балансе сил блока если украина присоединиться к ес сегодня она станет крупнейшим новым членом ес по численности населения за столом европейского совета некоторые решения принимаются единогласно ну вот например как орбан смог заблокировать решение о поддержке украине финансово а есть другие вопросы согласно которые принимаются квалифицированным большинством системой согласно которой решение должно быть одобрено пятью десяти пятью процентами государств членов представляющих не менее 60 процентов населения европейского союза согласно анализа немецкого института международных отношений безопасности украина с ее населением получила бы около девяти процентов голосов что примерно соответствует сегодняшнему весу голосов польши доли других стран членов ес упадут например доля германии увеличится с 18 и шестидесятых процента до 16 и 9 десятых процента а вместе польша украина будут иметь такой же вес при голосовании как и германия в европейском парламенте украина будет иметь право на определенное количество членов или депутатов европарламента но добавление достаточного количества членов для украины вероятно будет означать превышение текущего лимита в семьсот пятьдесят один депутат этой осенью французские немецкие официальные лица представили доклад написанный группой экспертом которым высказывались против дополнить добавление дополнительных мест в пользу поиска нового способа их разделения в брюсселе многие страны считают что для того чтобы принять украину и другие страны с необходимо будет реформировать все ключевые институты включая парламент но сначала им нужно будет договориться как это сделать вступление украины в европейский союз вероятно потребует переосмысление общей сельскохозяйственной политики блока фермеры с в настоящее время получают субсидии в размере 200 долларов сша за гектар обрабатываемой земли учитывая обширные пахотные земли украина имела бы право на миллиардные выплаты даже несмотря на то что до членства осталось еще много лет вопрос выхода украинского экспорта на рынок европейского союза вызвал протесты фермеры в соседних странах возмутились из-за избытка зерна в польше влияние украины на цены на зерно стала стала стал стал стала серьезной политической проблемой поскольку польские фермеры предупреждают что они будут завалены украинскими поставками по данным продовольственной сельскохозяйственной организации объединенных наций украина экспортировала около 20 миллионов тонн в год до войны а между тем польша экспортирует 4 миллиона тонн этот спор стал проверкой связей между украиной польши одной из ее польша одна из самых стойких сторонниц украины и рассматривается многими как признак возможных грядущих агрономических битв зерновая ссора угрожает уничтожить добрые отношения между польшей украины все дело в деньгах это не просто зерно по мнению аналитиков когда европейский союз начинает представлять что будет означать членство украины деньги становятся одним из главных вопросов валовый внутренний продукт украины на душу населения двадцать первом году составил четыре тысячи восемьсот семьдесят два доллара по оценкам международного валютного фонда в том же году валовый внутренний продукт болгарии которая самая бедная страна европейского союза составил 11 тысяч шестьсот восемьдесят три доллара больше но это в два с половиной раза война разрушила по экономику украины и усугубила ее финансовые потребности по оценкам совместной оценки европейской комиссии всемирного банка и организации обменных наций стоимость реконструкции и восстановления украины выросла до более чем четырехсот миллиардов долларов только по результатам первого года войны учитывая что боевые действия бушуют и процесс членства может растянуться на многие годы если не десятилетия трудно оценить финансовые последствия членства украины в европейском союзе по некоторым оценкам членство украины превратит многих чистых получателей средств европейского союза в чистых плательщиков то есть некоторые страны которые получали помощь от европейского союза а учитывая что помощь потребуется намного большему количеству людей они превратятся из получателей в плательщиков в одном из недавних в одном недавнем аналитическом документе эстонского международного центра обороны безопасности говорится что если бы украина стала членом есть сегодня она смогла бы получать 20 миллиардов долларов в год из бюджета европейского союза и испания например превратилась бы из получателя в плательщика в этом отчете заявлено что предыдущие раунды расширения показывают что новые члены могут быть поглощены за последние 20 лет 13 новых стран членов присоединившихся четырнадцатого года росли макроэкономически быстрее чем среднем по европе не действительно с довольно существенным отрывом ильки тюйгер директор центра инноваций в глобальной экономике и к политике университета европейского сказал что европа будет обсуждать вопрос этот еще долгие годы для меня бюджетный разговор самый важный разговор сказала это ильки тюйгер если бы меня спросили какой единственный вопрос должны обсуждать государства члены ес это бюджет в течение многих лет европейские лидеры утверждали что сближение украины будет опасной провокации хотя полномасштабное вторжение россии изменило их расчеты теперь блок должен рассматривать последствия для безопасности членства украины особенно после того как нато ясно дала понять что не будет принимать украину до окончания войны это первый раз когда ес пытается привлечь к участию страну которая находится в разгаре большой страны и не имеет защиты нато статье для фонда карнеги за международный мир софия бэш и эрик чарамелла утверждают что блок не полностью учел аспекты безопасности этого решения с должны признать что по всей вероятности украина будет претендовать на членство пока еще находится под острой российской угрозой и еще не находится под эгидой нато пишут они своем нынешнем состоянии союз европейский союз далек от возможности защитить свои интересы украине и в конечном итоге защитить расширенный набор границ от российской агрессии даже несмотря на то что лидеры ес дали зеленый свет переговорам о вступлении им не удалось договориться о финансировании украины 55 миллиардов долларов что поднимает вопросы способности европейского союза поддерживать украину сегодня не говоря уже о предстоящих годах ну смысл вот этого всего что я зачитал рассказал это просто довести информацию до вас уважаемые зрители о чем пишет уважаемая газета вашингтон пост нью-йорк вашингтон пост обычно более серьезной точки зрения высказывает и это такие тревожные сигналы но борьбе в любой тем более в войне всегда происходят серьезные события на которые нужно уметь правильно реагировать уметь выстоять в трудной ситуации как бы она там не получилось все равно основное остается без изменений верим в победу украины слава украине героям слава украина